здравствуйте уважаемые зрители я хочу рассказать как в dark souls назначить клавишу на пинок как известно пинок в dark souls делается двумя нажатием двух клавиш одновременно клавиш вперед и клавишу атаки правой руки одновременно нажимать эти две клавиши но это еще надо потренироваться неудобно не очень удобно поэтому я нашел способ как можно назначить одну клавишу чтобы персонаж делал пинок для этого нам потребуется дополнить одна дополнительная маленькая программка программка называется автопадки заходим на ее страницу и скачиваем установочный файл сохраняем его запускаем и она автоматически установится она очень маленькая устанавливается за считанные секунды а такой после установки откроется окно с факом закрываемого нам не нужно дальше дальше мы открываем блокнот и прописываю вот такой код в ка-два двоеточие двоеточие сэнд вк 57 даун и ну и так далее читать умеете для тех кому не интересно что обозначают все эти вк-2 сэнд слип и так далее можете в принципе закрывать видео просто возьмите этот файл который я выложу установите программу авто хаткей запустите этот файл в трее появится значок зеленый с авто хаткея это будет говорить о том что программа запущена с этим скриптом затем заходите в программу и нажимаете клавишу control и герой персонаж должен делать при этом пинок но есть еще один момент значит в данном скрипте клавиши control заменяет нажатие эмулирует нажатие сразу двух клавиш вперед w или c и n потому что у меня атака правая рука клавиша н или щелчок левой мыши левая кнопка мыши значит вот это вк-2 это клавиша control то есть код клавиши control а где его взять этот код справить спросите вы расскажу есть такой вот скан код ну то есть это тоже скрипт написанный тоже в программе авто хаткей и он если его запустить то есть программа авто хаткей вы должны установить потом запустить вот этот скрипт откроется вот такое окошечко коды клавиш все нажимаем клавишу control данным в данном случае левый control и высвечивается код вк и код с си что они обозначают для чего нужны я честно говоря не специалист меня интересует вот этот код вк я его копирую открываю блокнот допустим здесь же и вставляю и у меня вот он код вк-2 как мы видим вк-2 так же и с другими любыми клавишами ну допустим клавиша у вот вот его код высветился копируем вставляем и к 55 клавишек 51 ну и так далее я думаю с этим понятно то есть это коды клавиш значит а для чего эти коды нужны спросите вы не проще было бы сразу написать допустим кон л control двоеточие двоеточие send и так далее можно но раскладка клавиатуры у всех разное в россии это русская и английская как правило вот если вы напишите здесь допустим просто английскую букву w вместо вк-57 то ну и сохранить скрипты запустите его то программа автоход кей если у вас по умолчанию установлена русская клавиатура он выдаст ошибку потому что он скажет у вас тут w русская русская значит раскладка клавиатуру установлен короче а вот эти коды они как бы универсальный это код на клавишу не на букву в или c на был ее лице а на клавишу поэтому они универсальный ну и все значит вот мы коды клавиш узнали который нам необходимо именно вы к 2 это control в к 57 в к 57 это у нас до w w и в к 4 е это н наша проверим да это н и вот такой вот козырь control двоеточие двоеточие отправить нажатие клавиши down вниз значит w и и н одновременно и фигурные такие скобочки слип 1000 слип , 1000 слип , пробел 1000 значит слип это ну сон до спать задержка 1000 это время 1000 это одна секунда равняется 500 это полсекунды ну и так далее 10000 10 секунд все мы нажимаем клавишу vk2 мы нажимаем клавишу control команда отправляет send отправить нажатие двух клавиш одновременно w и n ждет одну секунду слип 1000 и отправляет команду от сжатия клавиш ну то есть нажала нажал отжал нажал отпустил нажал отпустил отпускание клавиш ну и ретурн возвращение все ничего больше другого здесь и не надо собственно вот такой вот должен быть файлик значит мы берем этот файлик сохраняем как в любом месте обоза обзываем его как-нибудь главное чтобы расширение было ахк ну я его сохранять не буду он универси сохраненный вот он все мы запускаем его просто нажимаем на него в трей должна в трей должен появиться значок программы зелененький что программа запущена ну у меня здесь в трей не видите хотя может быть вот так и видите вот он зелененький так все а дальше мы заходим в наш dark souls нажимаем ctrl и пинаемся тормозить что-то тормозит тормозит ну ладно тормозит и тормозит вот это я control нажал да если вы идете вперед и нажимаете при этом control то происходит атака но если стоять и нажать то происходит пинок вот я бегу нажимаю control происходит атака да тут такой момент что нажатием клавиши control значит пинок будет в том случае если вы стоите ну или блокируете щитом вот блокирую щитом нажал control пинок пинок